Одним из главных событий в промышленной жизни города стало открытие первой производственно-технической базы по сервисному обслуживанию и ремонту средств воздушно-космической обороны. В Севастополе предприятие приступило к работе в конце июля по инициативе концерна «Алма-Сантей». На объекте будут проводить ремонт военные и специализированные техники со всего полуострова. С главным заказчиком уже определились. Не будет выступать Черноморский флот Российской Федерации. С начала 2017-го здесь планируют трудоустроить около сотни специалистов, а в 2018-м году эту цифру увеличат в три раза. К выполнению заказов приступят уже в первые месяцы 2017-го. Стоимость первого из них составит 300 миллионов рублей. Зная рынок рабочей силы в Севастополе, мы понимаем, сколько здесь квалифицированных людей. Здесь находится Черноморский флот, здесь много военных, училища. Поэтому мы здесь не видим недостатка в кадрах и будем формироваться преимущественно за счет местных. Успешным год оказался и для Севастопольского морского завода. В связи с регулярным поступлением новых заказов здесь открыли более сотни вакансий. Предприятие нуждается в высококвалифицированных производственных рабочих. Устроиться сюда хотят не только выпускники крымских учреждений. Возвращаются и севастопольцы, уехавшие на заработки в другие регионы России. У нас появились работы по Керченский мост, по строительству понтонов. Это большие объемные работы производства. В основном это корпусные конструкции, вакансии. Это, прежде всего, связано с больше ста человек-надосборщиков корпусов металлических судов, больше 30 специальностей сварщиков, электрогазосварщиков, которые должны иметь разряд не ниже третьего и допускно, желательно иметь допуск на речной морской регистр. Также понадобятся в ноябре около 30 трубопроводчиков. Необходимы специалисты, инженер-технологи, инженер-конструктора под эти же работы и под другие перспективные работы, которые в ближайшем будущем будут известны, какие уже. Успехами Севморзавода при вступлении в должность заинтересовался временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсяников. В сентябре он посетил производство и лично пообщался с рабочими. Директор севастопольского филиала Центра судоремонта «Звездочка» Игорь Дрей сообщил грандоначальнику, что Севастопольский морской завод включен в государственную программу развития промышленного комплекса. На реконструкцию и модернизацию выделено около 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Из городских предприятий не только Севастопольский морской завод работает над созданием Керченского моста. С января 2016 года судоремонтно-строительная компания «Техфлот» взялась за ремонт крыльчатых движителей для плавкрана «Черноморец». Справиться с задачей им удалось в кратчайшие сроки. Благодаря налаженной работе «Техфлот» в любой момент готов оказать необходимый технический ремонт судам, работающим в районе Керченского пролива. В конце декабря мы закончили ремонт еще одного плавкрана типа «Севастополец», тоже нашей севастопольской постройки. И 1 января также кран пошел на мост. 4 января начались работы по технологическому мосту. То есть мы как можем, наше предприятие как может старается ускорить строительство моста. Работы сейчас много, также мы ремонтируем вспомогательный флот всего Кавказского побережья. Новороссийск, Сочи, Темрюк, в общем, все, кто там находится, стараются к нам приходить, потому что мы стараемся держать сроки, ставить оптимальные цены. Ну и вообще стараемся помочь российской промышленности. Работой крымских судостроительных предприятий в 2016 году заинтересовались на материке. О своих намерениях развивать этот кластер на полуострове заявило руководство Объединенной судостроительной корпорации, крупнейшего российского холдинга. Особый интерес у них вызвал Севастопольский государственный университет. На его базе и корпорация планируют создать специализированную кафедру по судостроению. Мы планируем здесь развивать конструкторскую мысль. И здесь будет, в этом процессе будут участвовать специалисты КБ Коралл, судокомпозит Феодосии и профильный ВУЗ соответствующий. И производство, которое будет развиваться на Севастопольском заводе. И, соответственно, композитные вещи будут развиваться на судокомпозите в Феодосии. Достижения в судостроении видны не только на уровне государственных предприятий, но и в частном секторе. В середине 2016 года на воду спустили первую российскую яхту с остальным корпусом. Над ее созданием работала частная фирма в условиях свободной экономической зоны Севастополя. Работать в этом поле компания начала в конце декабря, задекларировав 15 рабочих мест и 6 миллионов рублей капитальных вложений. Это позволило сильно выиграть у конкурентов по стоимости производства и цене конечного продукта. В Крыму это единственная верфь серийно-строящая стальные яхты. Большинство комплектующих производят здесь на собственных мощностях. Наши яхты более чем в два раза дешевле европейских. Плюс к этому, если в Европе покупать такую яхту, еще и растаможка будет стоить около 40% стоимости. То есть наша яхта практически в три раза дешевле обойдется, чем купленная в Европе и ввезенная в Россию. В этом же году из городской собственности в федеральную перевели Севастопольское авиационное предприятие. Решение-то оказалось неоднозначным. До этого крупный завод планировали приватизировать, но разногласия между правительством губернатора Сергея Миняйла и законодательным собранием помешали этому процессу. Предлагалось максимально выгодное для города интегрирование завода в крупный холдинг вертолеты России. После рассмотрения на заседаниях профильных комиссий законопроект был отправлен на доработку. За пять месяцев в правительстве Севастополя так и не смогли подготовить соответствующие правовым требованиям законопроекта приватизации и представить экономическое обоснование. В итоге Севастопольское авиационное предприятие передали в федеральную собственность. Город потерял контроль над заводом. Теперь им распоряжается Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. После завершения выполнения указанных мероприятий данный губ будет интегрирован в холдинг вертолета России, что позволит обеспечить финансирование первоочередных мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производственных маслощадей. А самое главное, он сможет получать оборонзаказ, соответственно, увеличить численность рабочих мест в городе Севастополе и финансирование, соответственно, на модернизацию своего производства. А вот ценные бумаги Генбанка сохранить за городом все же удалось. В октябре правительство Дмитрия Овсяникова отменило решение экс-губернатора Сергея Миняйла о безвозмездной передаче 25% акций предприятия Республики Крым. По результатам оценки стоимость ценных документов составила 651 миллион рублей. Тогда единственным основанием такого решения стало обращение председателя Совета Министров Крыма, направленное руководству города. Использовать сохраненные акции планируют на благо Севастополя. Это и кредитование субъектов хозяйственной деятельности, это и работа по финансированию тех же самых программ модернизации наших государственных коммунитарных предприятий. Либо второе направление – это рыночная оценка этой собственности и ведение переговоров о возможной реализации этой собственности, но с получением уже дохода в бюджет города. С отставанием шли работы по строительству Севастопольской тепловой электростанции на Федюхиных высотах. Расхождение с ранее установленным графиком обнаружили в июле. Тогда же по поручению Министерства энергетики Российской Федерации, инженеринговая компания «Технопромэкспорт» разработала специальную программу, благодаря которой получилось компенсировать отставание уже в ноябре 2016 года. Строительство объекта на личный контроль взяли исполняющие обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсяников и министр энергетики Российской Федерации Александр Валентинович Новак. Вы сами видите результаты того, что было запущено год назад. Поэтому оснований сказать, что мы не построим объект в срок нет. Поэтому город будет полностью обеспечен электроэнергией. В этом плане наша безопасность будет стремиться к абсолютной. Частично решена ситуация и с интернет-транзакциями. В 2014 году международные платежные системы присоединились к санкциям в отношении Крыма и Севастополя. Чтобы восстановить безналичные расчеты внутри страны, была создана платежная система «Мир». В Севастополе первую интернет-покупку таким образом совершили 27 апреля 2016 года. Теперь этой системой активно пользуются 33 банка страны, а пластиковые карты работают не только по России, но и за рубежом. Действительно, в сжатые сроки такие, в общем-то, беспрецедентная ситуация, когда за полтора года фактически был отработан огромный пласт технологических, технических вопросов. И данная платежная карта крупнейшими банками была запущена. Поддержка севастопольской экономики активно оказывается из федерального бюджета. В августе 1 миллиард 25 миллионов рублей субсидий пошли на финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2020 года. В 2016 году в конце года наступила важная стадия реализации ФЦП – проектирование объектов. Сегодня проекты находятся на завершающей стадии. Они поступают в государственную экспертизу. Есть всегда соблазн, всегда соблазн есть как-то ускорить прохождение государственной экспертизы. Сделать так, чтобы начать строительные работы как можно быстрее, несмотря на наличие каких-либо недостатков в проекте. Твердая позиция дирекции заключается в том, что этого делать нельзя, потому что если мы получим недолжным образом сделанный проект, мы получим вместо проектных рисков строительные, а это гораздо более существенно. Есть рост и среди собственных доходов. Так, в прошедшем году Севастопольская налоговая служба собрала в городскую казну более 8 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза больше предыдущих показателей. 2,5 миллиона рублей из них уплатили участники свободной экономической зоны. В последние дни уходящего года севастопольские чиновники приняли еще одно важное решение. Государственные унитарные предприятия решили приватизировать. Преобразование указанных предприятий будет способствовать привлечению инвестиций, ориентированных на развитие создаваемых в процессе приватизации хозяйственных обществ, и положительно отразиться на структурных изменениях в соответствующих отраслях экономики города Севастополя. Ликвидацией государственных унитарных предприятий займутся в ближайшее время. В течение двух лет работу в новом формате начнут 21 из 43 государственных унитарных предприятий. Кирилл Попов, Севинформбюро.